Приветствую вас, мои дорогие стрельцы! И сейчас мы с вами посмотрим, что же нас ожидает в мае 2020 года, по мнению Карта.ру. Смотреть мы будем по старшим арканам и по тузам. Сегодня мы взяли, я взяла, решила взять именно эти карты. Вот, и давайте посмотрим. Май 2020 для стрельцов. Ну, мы, как всегда, вытаскиваем три карты, интерпретируем их. Можно их интерпретировать как первая декада, вторая декада, третья декада. А можно просто смотреть, как пройдет месяц. Это как кому удобно. Раньше мы смотрели по декадам. Но сейчас мы можем смотреть просто в общем, что нас ожидает. Итак, поехали. Три карты. Первая, вторая, третья. Стрельцы, 20-й год. Ох, стрельцы, начнете хорошо. Вы знаете, вот эта карта, этот туз мечей, в общем-то, это олицетворяет у нас воздух. А воздух у нас это мысль, это известие, услышать новость какую-то, можно сказать. Но это все со знаком огромным плюс. Это какая-то победа. Вообще тузы нам говорят о начинаниях. То есть первая, первая. Это может говорить о том, что вы будете первые в какой-то ситуации с победой. То есть мы видим на мече корону. В некоторых колодах здесь венок, но у нас прям здесь корона даже. Поэтому, мои дорогие стрельцы, месяц май сулит вам все-таки какое-то первенство в какой-то ситуации. У всех она разная. Либо сулит какие-то начинания, которые приведут вас к успеху. Также она может говорить о каком-то известии, новость, какую-то новость вы услышите, которая, в общем-то, ну, касаемо вас, видимо. Потому что, в общем-то, триумф, это триумф, это победа. Какая-то победа. Вот стрельцы. Ну, вообще, стрельцы вообще везунчики у нас считаются, потому что они у нас под их планетой Юпитера. Юпитер, мы знаем, это планета счастья, так многие говорят. И вот стрельцы также считаются, что даже где-то незаслуженный успех у них может быть. Так что воспользуйтесь моментом. Вторая карта у нас Страшный суд. Карта Страшный суд. Ну, так она звучит. На самом деле, карта нам это может говорить о том, что какая-то ситуация придет к завершению, какая-то кульминация будет. Кстати, это карта кульминации. То есть, какая-то длилась ситуация, и вот будет уже итог. Вот как в суде выносят итог, приговор какой-то, так вот какая-то ситуация уже будет по итогам подведена. Вот. Ну, я вам скажу, вот смотрите, Ангел Трубит. Это тоже, кстати, вторая карта нам тоже говорит о какой-то новости хорошей, какое-то известие хорошее. Возможно, вы получите какое-то хорошее известие, которое в дальнейшем, в общем-то, вам сыграет очень хорошую службу. Мы, ну, в любом случае, смотрите, совет карты. Будьте открыты. Мы видим многих людей, да, вот как бы, как это Страшный суд, многие люди. Будьте открыты. И воздастся вам по вашим, как бы, заслугам, по вашим действиям. Но эта карта неплохая, она не негативная. Это позитивная карта, которая, я думаю, проиграется тоже у вас очень хорошо. Третья карта. Ох, третья карта замечательная. Это карта Сила. Это, кстати, огненная карта. Это карта Льва считается, ну, поскольку лев огненная стихия и вы огненная стихия. Тоже можно сказать, что, в общем-то, близка вам достаточно. Это карта Сила. О чем она нам может говорить? Конечно же, вот и вам все о триумфе говорит, о победе. И эта карта вам говорит, вот, будете сильны в какой-то ситуации. Если нет, ну, в смысле, эта карта может еще нам советовать приобрести черты. То есть, будьте такими, как карта. Будьте сильными, будьте открытыми. Это мы видим женщину, которая укротила льва. То есть, это карта укращения такая. Ну, действительно, очень сильная карта. Она не зря называется Сила. Вот, и какая-то будет победа, какая-то на вашей стороне, на вашей стороне будет, в общем-то, все силы будут на вашей стороне. Вот так можно сказать. То есть, это карта замечательная. Очень люблю эту карту. Здесь мы видим даже знак бесконечности. То есть, в глобальном смысле это вообще может проиграться, как такая вот позиция очень сильная у вас на все, ну, на долго, на какое-то длительное очень время будет. То есть, вот, поскольку прогноз общий делается на стрельцов очень-очень многих, это не индивидуальные мужчины и женщины и люди разного возраста. То есть, просто совет таков, что вот смотрите, какая ситуация, где, как вам надо подстроиться по ситуации, укротить что-то в себе, допустим, даже так она может проигрываться, да, либо понимать, что не надо бояться, надо действовать, потому что сила на вашей стороне и у вас все получится в мае, мои дорогие стрельцы. У вас все получится. Вообще, замечательно, я считаю, май у вас пройдет. Ну, просто вот победа, триумфы, сила и все на вашей стороне. Опять-таки скажу, один из немногих раскладов, который действительно вот такой вот хороший, позитивный и сильный. Так, ну и давайте посмотрим, мы с другой колоды возьмем одну карту и, скажем так, это будет у нас карта месяца. Май для стрельцов, май 2020 для стрельцов. То есть, как у нас пройдет месяц, какое такое общее настроение, веяние, ощущение, совет, карты. То есть, посмотрим, что нам скажет эта колода. Ох, вы знаете, вот где-то уже, наверное, эта карта почему-то выпадает прямо пятому знаку из всего расклада, наверное. Так, что я хочу сказать. Эта карта, она называется обучение и тайна. Возможно, вы узнаете какую-то тайну в мае, которая, в общем-то, ну, судя по этому раскладу, даст вам силы, даст вам понимание триумфа, даст вам возможность что-то сделать для себя. Это какая-то тайна. Ну, также это, она звучит обучение, то есть, это может быть подготовка к обучению. Это может быть подготовка, может быть, к важному собеседованию в вашей жизни. То есть, подготовьтесь. Май месяц подготовительный, так скажем. Обучайтесь, готовьтесь. Кто-то, может быть, пойдет на какие-то курсы обучаться. Кто-то сменит профессию, возможно, так еще может проигрываться. То есть, будете обучаться, подготавливаться, и какие-то тайны вам откроются при этом какой-то другой специальности. Это кто в поиске работы. В любом случае, мои дорогие стрельцы, действуйте, потому что, потому что сейчас все на вашей стороне. Май у вас будет прекрасный, замечательный. Ну, и как мы всегда знаем, конечно же, все зависит от нас. Все у нас проблемы в голове, все победы в голове. Поэтому, мои дорогие, я вам желаю все-таки сесть продумать все и получить удовольствие от этого месяца и от событий, которые будут в мае. А я на этом с вами прощаюсь. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий, прогнозов. Ну, а я вас люблю. Пока-пока и до встречи в следующем видео.